Мы вернулись в прямой эфир. Как я говорил, во второй части программы мы обсудим предмистровское урегулирование в целом и принятые поправки в законодательство, касающиеся сепаратизма, с политологом Анатолом Царану. Добрый вечер. Добрый вечер. И членами исполкома гражданского конгресса Марком Ткачуком. Добрый вечер. Итак, на прошлой неделе парламент принял во втором окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающий наказание за сепаратизм, заговор против Молдовы, незаконная информационная структура, угроза в адрес безопасности и ряд других понятий. Даются детальные разъяснения, что это за преступление. Наказания там предусмотрены от 2 до 7 лет и даже до 15 лет. Март Ткачук, один из первых, отреагировал на это и написал громкую статью «Я сепаратист». Анатолий, а кто еще отреагировал? Ну, разные люди по-разному отреагировали. Нет, 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 нет. Господин Царану отреагировал, сказал, что этот закон нужен. Ну, хорошо, это правильно. А с точки зрения Анатолия Михайловича Царана, а с точки зрения вот левого фланга, кто еще отреагировал? Вы говорите разные по-разному. Кто еще отреагировал? Просто я пытался внимательно следить за реакциями, и я их не заметил. Ну, от партии особых реакций не было, да. Вы хотите монополизировать эту тему, левый сегмент? Нет, это вообще правильно. Я хочу монополизировать, не очень получается, но со временем получится. Но, тем не менее, вот вы так сказали, хорошо, значит, все остается по-прежнему, я ничего не пропустил. Ничего не пропустили. Почему вы написали статью с громким заголовком «Я сепаратист». Значит, давайте мы... Тут придется очень долго отвечать, мы утомим наших телезрителей. У меня к вам встречный вопрос в качестве ответа. Скажите, Анатолий... Вы случайно родом не из Одессы? Не из Одессы. Не вопросом на вопрос. Я хочу вас спросить. Скажите, Анатолий, вот у вас возник вопрос, зачем этот закон применяется? Зачем эти изменения в уголовный кодекс вводятся? У меня возник этот вопрос, почему... Вы получили на него ответ? Почему принимается? И вопрос, почему именно сейчас принимается? Я сейчас задавал господине Фленьке и буду задавать авторам этого закона, среди которых я внимательно изучил список авторов. Я отвечу на ваш вопрос теперь. Закон есть. Закон есть. На мой взгляд, принят еще один закон, который не будет работать. Но он есть. Нет, мы его заставим работать. Вместе с Анатолием Михайловичем, кстати. Значит, вы понимаете, в чем дело? Действительно, меня, неважно, там, левый сегмент, правый сегмент, как государственник, а я таковым себя считаю. Неважно, как обо мне там судят, потому что некоторые представители левого фланга называют, вот, Март Качук, рука американского империализма. С другой стороны, так сказать, я проклятый русофон и консервы ФСБ. Это двойственная с интерпретацией, к сожалению. Это вещь естественная. Тем не менее, я себя считаю государственником. И я считаю, что решение Приднестровского вопроса, на каком бы из последних мест оно не находилось в различных социологических опросах, оно находится совсем не в пятерке самых важных вопросов, которые интересуют наших граждан, это важнейший вопрос нашей государственности, ее независимость. Вопрос теперь, каким образом и используя какие инструменты добиваться. Не буду их перечислять, назову только один единственный инструмент, за который мы вместе, ну, к сожалению, я тогда не был депутатом, был советником президента, Анатолий Михайлович был депутатом, мы проголосовали. Исключительно мирное решение Приднестровского вопроса, в соответствии с законом об основных принципах статуса Приднестровья, за счет проголосованных в 2005 году почти единогласно, без одного голоса. Редкий случай. Редкий случай, да. Так вот, вот этот вброс, якобы правовой, который возник в последнее время вокруг Приднестровья в связи с сепаратизмом, у меня возникло впечатление, что это намеренное желание каким-то образом, на очень долгую перспективу усугубить ситуацию, вывести ее из мирного, не в том смысле, что там начнутся военные действия, некому их начинать, по большому счету, вот, но создать атмосферу недоверия и похоронить все те достижения, пусть незначительные, пусть поэтапные, но тем не менее достижения, когда оказалось, что у нас сегодня, а это началось в 2005-2006 году, почти все взрослое население Приднестровья, включая целый ряд, так сказать, несовершеннолетних, обеспечены молдавскими паспортами. Этого не было раньше. Хорошее выражение. Обеспечены молдавскими паспортами. А не граждане. 288 тысяч паспортов граждан Республики Молдова. Говорят за 340. 340 граждан, 288 тысяч паспортов. Значит, большинство, абсолютное большинство экономических агентов Приднестровского региона зарегистрированы в торгово-промышленной регистрационной палате Республики Молдова и благодаря Тишиневу способны осуществлять внешнеэкономические действия под брендом Made in Moldova. Введен мониторинг европейский на Приднестровском участке Молдавской европейской границы. Существенно декриминализирована вся составляющая, которая касалась, так сказать, еще много-много впереди чего делать, но тем не менее декриминализирована вся природа Приднестровского региона, о которой мы долго говорили, как о черной дыре. Благодаря совместным усилиям Кишинева, благодаря Киева и так далее. Вы полагаете, что это будет? А теперь, подождите, секундочку. Да, не будет. Почему? Не будет. Потому что вдруг... Экономические агенты из Приднестровья перестанут экспортировать черную икру в Германию и Австрию? Они экспортируют, правда? Правда. А еще что они экспортируют? Много чего экспортируют. Ну, например? Коньяки. Так, еще что? Консервы какие-то. А еще потяжелее металлы, правда? Металлы. А еще что? Цемент, текстиль. Я не знаю, экспортируют ли они цемент. Ну, экспортируют. На правый берег. Цемент, текстиль. И они экспортируют. И вы полагаете, что этого всего не будет? А еще что они делают? Они еще продают электроэнергию правому берегу, правда ведь? Да. Примерно на 380 тысяч долларов в день. К чему я клоню? К тому, что все, что мы перечислили с вами, теперь по закону является финансированием сепаратизма и антиконституционного субъекта, который светит всем, кто в этом участвует, правительству Республики Молдова, которая покупает электроэнергию странам Евросоюза. Я этот вопрос только что задавал господин Уфленки. Он сказал, что это не так. Почему? Переговоры как продолжаются? Почему это? Подожди секунду. Переговоры могут продолжаться с разных позиций, о чем это будут переговоры? После этого закона я, как гражданин Республики Молдова, могу подать в суд и сказать, что смотрите, идет настоящее финансирование сепаратизма антиконституционного субъекта Республикой Молдовой, Европейским Союзом, Международным Сообществом. Это финансирование. Чисто в виде. Буква в букву. Слово в слово. В соответствии со статьей 340, пункт 5. Прочитать не надо, тратить время. Уважаемые телезрители, прочитайте. Теперь. Анатолий Михайлович. Я еще два пункта скажу. Я, пожалуйста. Да, очень скажу. Значит, теперь у нас там, кто у нас в Приднестровье вообще, так сказать, является теневыми лидерами? Вы их лучше знаете. Не, не, не. Ну, давайте, давайте. То есть я знаю. Конечно. А вы не знаете никого. Ни одного человека. Я не имел с ними дела. Вы в качестве советника. Анатолий Михайлович, вы знаете каких-нибудь фигур из бизнес-среды, которые на самом деле являются главными решальщиками, так сказать, Приднестровского региона? Ну, первая фамилия, которая приходит на вам, это Гушан. Вы написали заявление в прокуратуру по этому поводу? Еще нет. Это называется неуведомление властей о сепаратистских процессах сроком до трех лет. А еще есть интересная статья, которая называется «Подстрекательство к сепаратизму». У нас есть уложение Гагаузии, пункт седьмой, что в случае изменения международной правосубъектности Республики Молдова, гагаузская автономия имеет право на самоопределение. Сегодня у нас большой спектр политических сил, представленных в парламенте и вне парламента, которые так или иначе ставят вопрос о чем? Об объединении с Румынией. Да. Является ли это подстрекательством к сепаратизму? Безусловно. Это сроком до двух лет, статья 340, пункт второй. Теперь о каком Приднестровском урегулировании с мирных позиций мы можем говорить о продолжении втягивания Приднестровского региона в орбиту молдавской правосубъектности, молдавского легального поля. То есть мы начинаем говорить с Приднестроем на языке уголовного кодекса и фактически замораживаем конфликт, обостряя всю его природу. Дадим господину Церану высказаться, в том я вам возражу. Пожалуйста. А что я должен делать? Вы считаете, что он нужен был? Я считаю, что он запоздал лет на 30. Вы опоздали лет на 30? Да. Почему сейчас? Потому что опоздали. Лучше поздно, чем никогда. Да. Ну, несомненно. Если мы были бы правовым государством в полном смысле этого слова, то все доводы, которые привел Марк Евгеньевич, были бы на своем месте. Но, слава Богу, в этом случае мы не совсем правовое государство. В этом случае, слава Богу. Да, многие из тех опасений, которые только что высказал мой уважаемый коллега по телевизионному плато, они практически неосуществимы. Я вообще думаю, что этот закон, он скорее имеет политическое значение, нежели уголовно-правовое. Вы понимаете, для того, чтобы закон функционировал, или как должен функционировать закон в правовом государстве, он не должен избирательно функционировать. А этот закон обречен на избирательность. У него нет другой возможности, потому что, действительно, я не думаю, что авторы очень хорошо подумали тогда, когда, так сказать, пришли к выводу, что нужно сформулировать этот закон и проголосовать за него. Мне кажется, что они скорее думали о политической составляющей этого закона, нежели о юридической стороне дела. Это первое. Для любого прокурора этот закон – это большая головная боль. Как возбуждать, против кого возбуждать, каким образом возбуждать и прочее. Как задержать, как привлечь к ответственности. В общем, вся цепочка. Для адвокатов – это настоящая льдорада. Там, так сказать, столько возможностей защитить своего потенциального клиента. А вот теперь возникает вопрос. А в принципе, вот этот закон, он будет применяться в ближайшее время? Я думаю, что нет. Кстати, поправки к Уголовному кодексу, они состоят из четырех статей. Первые три, они касаются шпионской деятельности, деятельности информационных. Незаконный сбор информации, несанкционированных. Это уже больше. Там все в порядке. Вот это вот 340-й прим. Да, 352-я. Он, так сказать, и возбуждает основные, так сказать, страсти. Ну, что я могу сказать? Если вернуться к закону, принятому в 2005 году, а еще лучше вернуться к заявлению от 10 июня 2005 года. А еще лучше к речи тогдашнего президента Владимира Николаевича Воронина в парламенте по поводу этого заявления и по поводу той инициативы, которая пришла от президента Ющенко. Я сегодня перечитал. Семь пунктов. Мне очень понравилось это выступление. И сегодня понравилось еще раз. Может быть, потому что его писал наверняка Маркин Евгеньевич. Или, по крайней мере, приложил руку. И даже говорили, что семь пунктов Ющенко к ним тоже приложил руку Маркин Евгеньевича. Этого я не знаю, поэтому не могу. Это он сразу сказал, чтобы не опровергать. Но в этом заявлении от 10 июня там совершенно четко сказано, что режим в Приднестрове преступен, что с ним нужно кончать, потому что из-за этого режима практически Республика Молдова обречена на то состояние, в котором она находится практически до сегодняшнего дня. Это первое. И второе. Каким образом нужно решать Приднестровскую проблему? И там сказано, опять-таки, очень четко. Приднестровскую проблему нужно решать в условиях демократизации и демилитаризации Приднестровского региона. А это означает, что переговоры по поводу так называемого статуса Приднестровья вести нужно не с нынешней администрацией Приднестровской Маркин Евгеньевича, а с той администрацией, которая будет избрана на основе соблюдения демократических норм и прочее. Это все закон 2005. Я очень хорошо помню его формулировки. С этой точки зрения... У меня есть выдержки из него. Да. Ну, что можно сказать? Во-первых, мы запоздали. Во-вторых, применение такого закона, или, вернее, применение уголовных процедур по отношению к сепаратистам в Приднестровье, несомненно, обязывает законодателей очень четко распределить зоны, по которым этот закон можно применять, для того, чтобы не дать Господь Богу он не был применен волонтаристским образом. Потому что вы совершенно правы в этом. Тут и унионисты могут пострадать, если очень строго идти по сути, по духу. Не дай Бог, если унионисты пострадают, это вообще кошмар, конечно. Но я думаю, что этот закон не применим к унионистам, уже по той простой причине, что существует решение судебное по поводу унионизма в этом смысле. Ну, ладно, это потом. Ну, он ссылается, господин Ткачук ссылается на уложение Гагаузии, что унионизм подстрекает статью Синь. А что, нет уложения? Совсем не то? Я что, не то сказал? Нет, в данном случае в Гагаузии другое дело. В Гагаузии действительно, там есть проблемы. Их нужно, может быть, обсуждать отдельно, потому что сейчас о сепаратизме идет речь о приднестовском сепаратизме. Вот как его будут применять, этот закон по отношению к Приднестровью? У меня есть, так сказать, предложение, у меня есть решение. Я могу ошибаться, конечно, но есть это решение. Я его, кстати, обнародовал официально, я написал там, так сказать, анализ и прочее. Прежде чем принимать такого рода поправки к Уголовному кодексу, я повторяю еще раз, нужно очень четко нарисовать границы, где будут применяться эти положения Уголовного кодекса. С моей точки зрения, это должен был быть статус сепаратистского региона в нынешнем составе Республики Молдова, где там все четко должно быть расписано, что можно и что нельзя. В том числе, потому что Марк Евгеньевич прав, если очень пунктуально следовать этим поправкам к закону, и в частности статьи 340, господин Серебрян, который завтра поедет в Приднестровье о чем-то там договариваться с Игнатьевым, или еще бог знает с кем-то там, он может запросто попасть под действие этого закона. Это совершенно очевидно. А вот если существовал бы этот статус, тогда бы многие вещи стали бы... Или господина Спайну, который подписывает там... Ну, господин Спайну вообще, так сказать, он пожизненно должен... Можно, кстати, воспользоваться этим законом и решить целый ряд вопросов с молдавским правительством, которые они никак не могут решить. Например, с господин Спайну. Да, если с этой точки зрения, то да. А потом отменить закон. Для меня вопрос в том, вот подводя итог тому, что вы сказали, этот закон написан для того, чтобы наказать тех, кто уже совершил что-то, или господина Игнатьева, который говорит, что Молдова соседнее государство, и мы, да, да. Или это предупреждение тем, кто будет что-то заявлять, действовать, предпринимать в условиях очень сложной региональной ситуации войны в Украине. Один классик сказал, что идиот может задать столько вопросов, что семь мудрецов не ответят на них. В данном случае это похожая ситуация, потому что я просматривал процесс обсуждения этого закона в комиссиях в парламенте, и там госпожа Стамати заявила, ну, они вот его выдвинули, а потом все время оправдывались, что это вот не про Приднестровье вообще. Служители рядовые Приднестровья. Они никак не пострадают. Где про это написано? Про это нигде не написано. Что закон обратной силы не имеет, это не этот случай. Этот закон не мог бы иметь обратной силы, если бы мы с вами решили Приднестровский конфликт, Приднестровский вопрос, объединились в экстазе с 288 тысячами наших граждан на левом берегу Днестра и так далее, провели бы совместные выборы, и тогда бы мы сказали, да это про какой-то другой сепаратизм, который может появиться. А пока нет, это про этот сепаратизм. А, ну вы все-таки возвращаетесь к тому, что провели бы совместные выборы и решили бы проблему. Да. То, что я вам хотел... Мы сейчас будем обсуждать Приднестровье. Я хотел, во-первых, сказать, что даже потому, что сказал уважаемый коллега, оппонент, совершенно определенно и понятно, ясно, что этот закон не нужен. Он осложняет ситуацию для всех. С точки зрения этого закона никакой Алексей Ребрян больше общаться не может ни с каким Игнатьевым. С Игнатьевым должен общаться генеральный прокурор или какой-нибудь прокурор или следователь. По этому закону. Значит, это как минимум. Не говоря уже о тех всех экономических следствиях, которые безусловно появятся. Потому что это не вопрос о том, кто обвинит Европейский Союз в финансировании молдавского сепаратизма. Где-нибудь в Европейском Союзе. Это может сделать любой молдавский гражданин. И дойти до любой самой высокой международной правовой инстанции. Потому что этот закон это позволяет сделать. Вы как политик любите сгущать краски. Не я сгустил краски. Зачем-то... Подождите, я закончу мысль. Пришли эти люди в парламент. Принесли бред сивой кобылы. Обострили ситуацию. Не могут объяснить, к чему она применяется. К гагаузии, к прошлому сепаратизму, к будущему сепаратизму. Почему по сепаратизму у них такая точка зрения. Почему другая. Они везде всем объясняют по-разному. Всех нас запутали. Мы достаточно искушенные люди с господином Царановым. И мы понять не можем, зачем они этот закон издали. А что говорить о Приднестровском конфликте, который политически заминирован и взрывоопасен. Мы можем... Он был заминирован. Да, да, да. Он был заминирован, но тем не менее. Они включили одну из... Видите, я хотел вам возразить изначально. Господин Царану сказал, я только дополню. Есть закон 2005 года с авторства, которого вам приписывают. Ну, какие-то там... Да, какие-то там недоброжелатели. Какие-то там недоброжелатели. Вы не писали ни закон. Я ничего, я не умею писать. Ни речь господина Воронина в 2005 году. И что, чем плохой вам... Чем вам не нравится этот закон? А лидеры Приднестровья, они делают большой разницы между тем законом и этим законом. Нет. Они неоднократно заявляли, что пока не отмените закон 2005 года, никаких переговоров с вами вести не будем. Потому что это является препятствием для решения проблемы Приднестровья. А теперь неправда. Как неправда? Они об этом заявляют. Они говорили это? Говорят, у них такая переговорная позиция. Но это всего лишь переговорная позиция. Это тоже разница между политическими аргументами и аргументами уголовными. Извините, это большая разница. Между тем, что тебе скажут, что Вася, ты не прав, или Виталий Игнатьев, вы не правы. Или Виталий Игнатьев, претенди руки, мы вам оденем наручники в Кишиневском аэропорту. Виталий Игнатьев уже сказал, что этот закон является актом агрессии. Ну, безусловно, да, а что они скажут? Конечно, они что, должны были похвалить, что ли, кого-то здесь? Это разница принципиальная. По тому закону, напомню, был серьезнейший прорыв совершен. И сами приднестровцы сегодня говорят, что, ого, это очень серьезный шаг вперед был. Почему? Потому что... Я не слышал, что приднестровцы так говорили. Я вас познакомлю с этими приднестровцами, которые так говорят. Говорят, что мы не... А я не отменят этот закон ни о чем вообще разговаривали. Это было раньше. А теперь по-другому. И теперь я вам скажу, почему. Потому что впервые за долгое время вдруг выяснилось, что приднестровье, оказывается, есть. Что у нас все время были какие-то эвфемизмы. Левобережная часть Молдовы, левобережная относительно какой реки? Прута, Реута, Икеля, значит... Извините, а в законе 2005-го... А там сказано, приднестровье есть, слово есть. Значит... Восточные районы у нас. В скобках, приднестровье. Значит, это раз. Второе. Оказывается, вы представляете себе, какой прорыв у Приднестровья может быть статус? Например, Майя Григорьевна отрицает. Она говорит, практически подразумевает и все ее сторонники. Все документы, которые были подписаны после 1992-го года, предусматривали... Правильно. И все саммиты ОБСЕ об этом говорили. Но только не лидеры ПАС, они вообще слово статус не произносят. Потому что статус это федерализация, федерализация это зло. Любой статус. Господин Серебрян, по-моему, говорит. Говорит, господин Серебрян не член ПАС. Идем второе. Главный переговорщик по Приднестровскому регулированию. Вице-премьер правительства. Давайте я договорю. У меня спросили, я отвечаю. Второе. В Приднестровье, оказывается, может быть Верховный Совет. В Приднестровье может быть своя символика. Это в этом законе. Да, я помню. Секунду. В Приднестровье есть три языка функционирующих. Но они на самом деле сейчас не функционируют. Это другой вопрос. Я хочу сказать... Подождите. Три языка функционирующих. Вот нужно про этот закон начинать говорить вот это. Что Кишинев на это согласился в 2005 году. Это закон, который был принят парламентом практически единогласно. Без госпожи Павличенко. Единственная, которая отказывается в голосовании за этот закон. И еще я вам хочу сказать, отменить этот закон чрезвычайно сложно. Нужно три пятых состава парламента для того, чтобы его отменить. Он действует. Исходя из позиции Тираспеля, это значит, что... Нет, там... Нет, нет, нет. Если закон отменить нельзя... Нет, 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 Анатолий, это не так. Как только мы начинаем переговоры по всем остальным вопросам, тем более, что по всем остальным вопросам мы достигли очень серьезного прогресса. После этого закона мы ввели мониторинговую миссию ЕУБАМ по периметру Приднестровского урегулирования. После этого закона практически мы нормализовали и гармонизировали включение приднестровской экономики в современный международный легальный контекст после этого закона. Поэтому то, что заявляет приднестровская сторона... Я же не с позиции Приднестровья говорю. Мы же не можем согласиться с позицией Приднестровья в том виде, в котором она сегодня декларируется. Правда? Мы же говорим с позиции будущего решенного конфликта. Так вот, я вам хочу сказать, что все условия базовые, системные для решения конфликта в этом законе есть. Это замечательно. Потому что если бы этого закона не было, и там еще самый главный пункт есть, что решать приднестровский вопрос можно исключительно мирными средствами.